Всем привет, я Роман, и сегодня мы продолжим говорить об удивительном событии этого года. Довольно странном объекте из глубин космоса. 3i Atlas. Это третий межзвездный гость за всю историю наблюдений, и он уже немало наделал шума. А за последние дни у него подтвердили воду в коме на большой солнечной дистанции, косвенно оценили размеры активной зоны и зафиксировали разыгрывающуюся кометную физику в реальном времени. Но прежде чем фантазировать про корабли, разберемся, что именно и как увидели телескопы от Хаббла до Свифт, и какие выводы мы можем сделать. Он появился тихо 1 июля этого года. Автоматический обзор Atlas в Чили поймал слабый, но уже очевидный объект на очень вытянутой, по сути прямолинейной, гиперболической траектории. Это и есть главный паспорт межзвездного происхождения. Орбита не замкнута, скорость настолько велика, что даже солнце не сможет удержать тело. Оно просто пролетит и уйдет обратно в межзвездную среду. Уже на этом этапе стало ясно, это не просто очередная комета, а своего рода пришелец, пролетающий сквозь солнечную систему, и времени на его изучение будет не так много. Дальше началась настоящая гонка телескопов. Космический телескоп имени Хаббла одним из первых выдал резкую картинку. Слезы комы, короткий хвост, пыль, все как у кометы, только пришедший не с Оорта, а снаружи. По этим данным, пока можно лишь ограничить диаметр ядра сверху, порядок километров, цвет ядра не отделить от света пыли. Но факт активности очевиден. Это не голая глыба. Именно эти июльские данные Хаббла, опубликованные НАСА 21 июля, легли в основу первых морфологических оценок, и предположения о составе пыли. Далее, яркое открытие последних дней пришло от ультрафиолета SWIFT на дистанции 3,5 астрономических единиц от Солнца. Он увидел эмиссионную полосу, классический признак распада воды. Вода. Да еще и далеко за пределами, где лед H2O обычно оживает в ядре. Оценка производительности примерно 20%. Такая доля активной площади для комет вообще-то велика. Объяснение напрашивается. Значительную часть воды дает не голое ядро, а крупные ледяные зерна, выброшенные в кому и испаряющиеся уже там. Это поведение встречалось не у многих солнечных комет на больших дистанциях и теперь у межзвездной. Но самое интересное, собственно, почему я решил сделать вторую часть об этом объекте, это скорость, которая меняется. Странно, правда? Как будто им кто-то или что-то управляет. Страшно? Но бояться еще рано. Скорость 3А и Атлас действительно меняется время от времени. Но ровно так, как велит небесная механика. На момент обнаружения объекта скорость составляла около 60 км в секунду. Ее максимальная орбитальная скорость при прохождении перигелия ближайшей точки к Солнцу достигает 68 км в секунду. Но главное здесь другое. Кроме притяжения Солнца, может ли она еще слегка ускоряться из-за того, что с поверхности вырывается газ и пыль. У комет такое бывает постоянно. Струи действуют как маленькие двигатели и по ним можно узнать из чего состоит комета, где она активна и как крутится. Сейчас для 3А и Атлас орбита рассчитана нормально. Просто прямая гиперболическая траектория, без странных отклонений. Наблюдение продолжается и разные группы как раз проверяют, есть ли эти дополнительные межгалактические пинки. Но факт, у кометы явно есть активность, которая видна на фотографиях и в спектрах. Ну а теперь перейдем к открытию от телескопа Джеймс Уэбба. Именно на него возлагает ключевую задачу расщепить слабый свет комы на химические элементы, лед, воды, CO, CO2, органику и сравнить акцент межзвездной комы с солнечной. План наблюдать 3А и Атлас до и после сближения с Солнцем. Перигелия ожидается около 30 октября этого года. Минимальное расстояние до Земли 1,8 астрономических единиц, чтобы понять, как эволюционирует состав и размер частиц. Именно Джеймс Уэбб должен догнать слабые линии CO и CO2, если они там есть, и тем самым снять главную интригу. Почему при явной воде пока не видно классических кометных газов ближе к Солнцу, как это бывает у остальных? Или может быть это не кометы? Официальные материалы НАСА прямо об этом говорят. Джеймс Уэбб – один из центральных инструментов предстоящих месяцев. Параллельно наземная обсерватория VLT, Gemini, IRTF и обзорные проекты уже нарастили архив. По снимкам и ранним спектрам видно спектральный уклон в видимом, красный, характерный для богатой органикой пыли, как у D-типов и у кометы 2А и Борисова. Это значит, что поверхность долго облучалась космическими лучами, образуя устойчивую к разрушению органическую корочку. Такой слой теоретически может подавлять летучий. И тогда у вас вода в виде больших зерен в коме появляется раньше, чем, скажем, CN или C2 в газовой фазе. У нас есть еще один очень важный вопрос – откуда вообще прилетела комета 3i Atlas? На данный момент кинематический анализ показывает, что ее путь связан с толстым диском нашей галактики – зоной, где живут старые химические бедные звезды. Да, во Вселенной тоже есть нищета. Это дает важную космохимическую подсказку – если родительская система была бедна металлами, то лед воды там мог преобладать, а углекислый газ и СО встречаться реже. Исследования, проведенные в этом месяце, показывают, что возраст этих звезд как минимум 8 миллиардов лет, то есть старше Солнечной системы, а возможно и еще больше. Это делает 3i Atlas лучшим кандидатом на самую древнюю комету, которую мы когда-либо наблюдали, пусть и по косвенным данным. И конечно, ее таинственность и невероятное появление побуждают многих людей думать, что перед ними не просто комета, а космический корабль. Да, в последние недели выходили целые статьи, научные или так себе, и ролики, рассуждающие о технологической природе, таинственного объекта и призывающие внимательно искать не гравитационные аномалии. С научной точки зрения тест простой. Если есть ускорение сверхгравитации, оно должно объясняться потоком массы, газ, пыль, который мы можем измерить независимо по эмиссионным полосам и фотометрии кома. Уже сейчас мы видим воду и пыль, значит естественный реактивный механизм включен. Безразлично, кто держит руль. Даже если бы это был корабль, маскировался бы под распыляющую лед комету. И нам все равно пришлось бы объяснять те же самые аномалии. До конца сентября 3i Atlas еще виден с Земли. Затем он уйдет в солнечные блики и вынырнет в декабре. И это будет вторая попытка спектроскопии и высокочувствительных снимков, когда прогреется глубже и возможно пойдут вспышки активности или даже фрагментация, как у кометы 2а и Борисова. В идеале мы увидим эволюцию зернового состава в коме, сдвиг размеров частиц, включение новых летучих и изменение формы хвоста. Это даст прямые ограничения на пористость и теплопроводимость ядра, на географию активных участков и на вращение. Есть важная деталь. Изменение скорости кометы может многое рассказать о ее физике. Для межзвездного посетителя с большой скоростью десятки километров в секунду даже небольшие, не гравитационные ускорения трудно измерить. Нужно долгое наблюдение с высокой точностью и согласованные модели активности. Поэтому особенно ценен водяной детектор SWIFT. Вода связывает наблюдаемую светимость и возможным импульсом, который комета получает при испарении. Если осенью мы увидим рост газовыделения и одновременно предсказуемое небольшое изменение орбиты, это будет прямое подтверждение естественной гипотезы. Если же активность возрастет, а орбита останется почти неизменной, это тоже интересно. Значит реактивные силы малы и придется изучать детали. Направление струй, анизотропию выброса и распределение массы частиц. Но это тонкая внутренняя кухня кометной физики, а не сенсация про двигатели. В любом случае я об этом обязательно расскажу. Есть еще одна линия интриги, более галактическая. Возраст и кинематика 3i Atlas указывает, что ледяные тела формировались и выбрасывались в межзвездное пространство в очень раннюю эпоху галактики. В средах с бедным тяжелыми элементами химсостава. Это значит, что строительный песок для комет, лед, воды и простые летучие доступен и при низкой металличности. А механизмы выброса, миграция планет, рассеяние, приливы работали уже тогда. Впервые у нас в руках образец, пусть и дистанционный, такого древнего транспорта. Его пыль и лед – это капсула времени, прошедшие через космические лучи на миллиардных масштабах. Сравнение спектров с Борисовым и земными кометами даст меру того, насколько универсальны рецепты камня ледяной химии. И раз мы уже честно прошлись по факту, известные на данный момент, можно сделать выводы. 3i Atlas – не инопланетный корабль, который мигает нам огнями ходовых огней. Пока что. Но он корабль другой эпохи и другого типа, неуправляемый челнок геологии и химии, посланный не цивилизацией, а динамикой молодого мира. Мы наблюдаем комету на ее пути, изучаем ее спектры, определяем состав воды и пыли, как будто читаем старинные печати из ее далекого прошлого и отпускаем ее дальше в космос. Мы не уходим с пустыми руками, а уходим с осознанием, что кометность – это не уникальная черта нашей Солнечной системы, а универсальный язык планет, на котором говорят по всей галактике. Если картина сложится, мы впервые нарисуем химический портрет древней межзвездной кометы во времени. От ледяной пыли на дальних подступах до горячей кухни и перигеля. Или, быть может, мы прямо сейчас видим древнюю технику далеких цивилизаций. А что предпочитаете вы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова